Вы смотрите программу Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. Открыть неизвестные грани в известно. Вновь обрести незаслуженно забытое. Разгадать загадки, оставшиеся без ответа. В этом вам поможет программа Абсолютный слух. Как вы знаете, наша программа называется Абсолютный слух. А слух – это уникальный дар воспринимать звуки. Кстати, не только музыкальные. Люди, обладающие этим даром, имеют радость воспринимать щебет птиц, плеск воды, человеческий голос, музыку Моцарта, Вагнера, Стравинского. Конечно же, мы очень обрадовались возможности познакомиться с музеем, который прямо-таки отвечает нашему названию – Абсолютный слух. Венский музей музыки является настоящим храмом звука и слуха. Итак, мы отправляемся в столицу Австрии, в Вену. Очень рада пригласить вас в Дом музыки, в музей звука. Мы находимся в самом центре Вены, и наш четырехэтажный интерактивный музей ждет вас. Это единственный в своем роде музей звука. Он расположился в бывшем дворце эрцгерцога Карла. Пойдемте. Первая инсталляция, которую вы сразу видите, как только входите в музей, – это лестница звука. Ее ступени устроены как ступени звукоряда на рояле, и они звучат. Ну а теперь мы попадаем в зал маэстро Отто Николай. Этот зал, равно как и весь первый этаж, точно такой же, как и лет двести тому назад. Это единственная неинтерактивная экспозиция. Знаете, кто такой Отто Николай? Он – композитор и основатель Венского филармонического оркестра. И жил он в этом прекрасном дворце с 1841 по 1847 год. Ну а вообще знакомство человека с миром звуков начинается, когда он еще не родился. И вот в этой комнате вы можете узнать, что же слышит ребенок, находясь последние три месяца в утробе матери. Да-да, он начинает слышать звуки. Например, как стучит сердце его матери. Или ее дыхание. Наш музей возвращает нас в то удивительное время, которого никто из нас не помнит. Услышать звук можно, но можно ли его увидеть? Сейчас покажу вам физический эксперимент, так называемую пылевую трубку Кунта. Еще в 1866 году Август Кунт показал, что звуковую волну можно сделать видимой. Звуковая волна поднимает фрагменты пыли, находящейся в трубке. И вот мы просто прикасаемся и слушаем. Ну и, конечно же, смотрим. Этот зал мы назвали инструментариум. Здесь у нас находится целая коллекция гигантских музыкальных инструментов. Все они напоминают нам о человеческих органах, которые как-то связаны со звуком. Ну вот большой барабан. Он ассоциируется с барабанными перепонками. Слева от меня гигантские струны. Они воспроизводят звук точно так же, как голосовые связки. Или вот прямо передо мной гигантский воздушный столб. Это наша гортань. Если хотите, можем что-нибудь спеть и сравнить, как звук ударяется о барабан и о ваши барабанные перепонки. Калинка, калинка, калинка моя! Калинка, калинка, калинка моя! Калинка, калинка, калинка моя! Эй! В общем, можно поэкспериментировать и повеселиться в свое удовольствие. Конечно же, самый удивительный индивидуальный музыкальный инструмент – это человеческий голос. Только здесь вам совсем не надо говорить. Достаточно прикоснуться рукой и... Слушайте, сколько разнообразнейших вариантов звуков мы с вами можем создать. Что окружает нас постоянно? Вы, конечно, скажете, шум. Но шум – это же набор самых разных звуков. И вот в этой комнате вы можете понять, из чего же состоит этот непрекращающийся шум вокруг. Ну, начиная с тех звуков, которые издаем мы сами. Это может быть кашель или клацанье зубов. И заканчивая звуками, которые появились сравнительно недавно. Например, сигналы космических спутников или переговоры космонавтов. А теперь мы пришли на третий этаж. Он посвящен великим музыкантам. Это венские классики. Гайден, Моцарт, Бетховен. Моцарт, Бетховен. Я хочу показать вам комнату моего любимого композитора Моцарта. Здесь можно поиграть в игру «Намадеус». Моцарт ее придумал более двухсот лет назад для своей юной ученицы Франциске фон Жакен. Чтобы ей было легче осваивать фортепиано. Моцарт переложил на музыку весь немецкий алфавит, и уроки превратились в игру. Например, Франциска могла исполнить на фортепиано свое собственное имя. Вы тоже можете сыграть свое имя «Правда» не на фортепиано. Вы просто набираете ваше имя на компьютере. Ну, например, меня зовут Элизабет. А теперь послушайте, как звучит мое имя по-моцартовски. Послушаем. Мог ли Моцарт подумать, что мы положим наши имена на музыку, используя его буквенно-числовую композицию? Да и Франциска фон Жакен наверняка и помыслить не могла о том, что ее упражнения будут радовать людей и через 200 лет. Кроме того, на третьем этаже представлены Шуберт, семья Штраусов, Густав Малер и другие великие композиты. И каждому из них отведен отдельный зал. Малер и другие великие композиции. В нашем музее есть интерактивная музыкальная игра в кубики. Представьте себе, Моцарт сидит в трактире за бокалом вина и сочиняет музыку, импровизирует, бросая кубики. Числа, которые выпадают, определяют количество тактов. Конечно, как у Моцарта у нас не получится, но все же попробуем. Бросаем красный кубик, это звуки флейты. Ну а если бросим голубой, то услышим голос виолончели. Так что каждый наш посетитель может сочинять музыку, просто бросая кубики. Давайте послушаем, что получилось. Вальс. Вальсируют все, как говорят на венском балу. Вальсируют все, как говорят на венском балу. Ну, а это наш знаменитый виртуальный дирижер. На самом деле, дирижировать очень просто. Вы берете в руку дирижерскую палочку, выбираете произведение, например, марш Радецкого Штрауса отца, и получаете пару рекомендаций от руководителя Венского филармонического оркестра, маэстро Зубина Мэтты. Поздравляю! Сейчас вы будете управлять легендарным оркестром Венской филармонии. Попробуйте продирижировать, например, марш Радецкого. Желаю вам удачи. Уверен, вы справитесь. Но имейте в виду, если у вас не получится, концертмейстер оркестра встанет и выскажет все, что он о вас думает. Музыканты Венского филармонического оркестра признают дирижером только того, кто сумеет ими руководить. Извините, но это уже никуда не годится. Оркестранты не могут так играть. Вы совершенно не держите ритм. Видимо, ни им, ни вам не очень-то понравилось, как я тут дирижировала. Ну, тогда приходите сюда и попробуйте сами подирижировать знаменитым венским филармоническим оркестром. Я желаю вам получить шквал аплодисментов и насладиться успехом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В мире немало балетных династий. Семья шведов по фамилии Легат с 40-х годов 19 века осела в России. И двое ее представителей, Сергей и Николай, стали знаменитыми премьерами балета императорского Мариинского театра. Братьев называли неразлучными. Они вместе танцевали, преподавали, ставили танцы, занимались спортом и музыкой, рисовали и издали альбом прекрасных балетных карикатур. Но судьбы их сложились по-разному. Жизнь младшего Сергея трагически оборвалась, когда он был в расцвете сил и таланта. Старший Николай прожил долго, но и его судьбу нельзя назвать легкой. О нем и пойдет наш сегодняшний рассказ. Николай Легат родился в 1869 году в Москве. Его родители, артисты Большого театра, спустя несколько лет после рождения сына, переехали в Петербург. Всех своих многочисленных детей они отдали в балетное училище. За воспитание Николая отец взялся лично. И не напрасно. Сын подавал большие надежды. Он даже получал стипендию имени Шарля Дедло. Его талантов было не счесть. Он неплохо играл на фортепиано, скрипке и даже на балалайке. Отлично рисовал и умело накладывал грим. С неподражаемым мастерством он мог воссоздать любой образ, как русского мужичка, так и благородного рыцаря. Он активно занимался акробатикой и греблей и вырос столь сильным и ловким, что на уроке поддержки мог на лету поймать своего грузного педагога премьера Мариинского театра Павла Герта, когда тот объяснял ученицам, как совершать прыжок на рыбку. В 1888 году по окончании училища Николай Легат был принят в труппу Мариинского театра. Он стал участником премьер всех балетов Чайковского и Глазунова. «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Раймонта». Мариус Петипа восхищался им. Как всегда коверкаю русскую грамматику. Лучше танец не бывает. Тем не менее, критики находили, что Николай Легат в ролях принцев нехорош. По внешним данным, он уступал и несравненному премьеру Павлу Герту, и своему младшему брату Сергею. Легат непредставителен, и мелок в роли обворожительного принца писали одни. Он не англичанин, а тем более не лорд, возмущались другие, после дебюта Николая Легата в балете «Дочь фараона». Николай Легат почти всегда проигрывал при сравнении с главными балетными премьерами императорской сцены. Такие рецензии Николая ранили. Тем более, что он и сам хорошо знал о своих недостатках. О том, что у него средний рост, слишком широкие плечи, слишком большая голова, ранняя лысина и тонкие ноги. Все это наилучшим образом отразилось в его автошаржах. Действительно не принц. Гораздо лучше ему удавались комические партии. Такие, к примеру, как «Колен» в тщетной предосторожности. И все же с ним охотно танцевали все лучшие балерины. И Матильда Кшесинская, и Ольга Преображенская, и Анна Павлова. «Я прохожу с Николаем Легатом все партии», – писала всесильная прима Кшесинская. Завоевав ее доверие, артист пользовался поддержкой императорского двора. Впрочем, уважение к балерине не помешало братьям-легатам изобразить ее в карикатурах. Кшесинская не обижалась. Она уважала своего партнера и ценила его профессионализм. Ведь именно Легат помог ей разгадать тайны исполнения фуэте, которыми щеголяла ее конкурентка – итальянская гастролерша Виртоска Пьеррина Линьяни. Педагогом Николай Легат был отменным. Это признал сам патриарх педагогики – христиан Иогансон. В знак уважения он даже подарил младшему коллеге свою знаменитую скрипку. Николай Легат стал его преемником. Он вел класс усовершенствования в Мариинском театре, а на уроках показывал движения, одновременно аккомпанируя ученикам на скрипке. У Станка в его классе стояли звезды – Кшесинская, Фокин, Павлова, Преображенская, Ваганова, Корсавина, Нежинская, Лопухух. Когда Легат приходил на урок, он сразу располагал учеников к занятиям всем своим существом, улыбкой, шуткой. Что другие педагоги давали за год, того он достигал за месяц, рассказывали артисты. Только юный Вацлав Нежинский позволял себе прогуливать уроки. Он находил класс Легата скучным. Молодой гений жаждал новизны, тогда как Николай Легат был консерватором. То, что он был консерватором, очень радовало Мариуса Петипа. Тот доверял ему ставить танцы в своих старых балетах и с восторгом повторял «Ты хороша компазий». Впрочем, вскоре их отношения испортили. Это случилось в 1903 году, когда Николай Легат и его младший брат Сергей вместе поставили балет «Фея кукол». Успеху спектакля во многом способствовали великолепные костюмы, созданные Львом Бакстом. После премьеры дирекции, решив, что Петипа нашлась достойная замена, предложила великому старику уйти на заслуженный отдых. С той поры Петипа считал Легата своим личным врагом. Большим ударом для Николая Легата стала трагическая смерть брата. В 1905 году в возрасте 30 лет Сергей покончил с собой. Лишившись не только любимого брата, но и верного друга и коллеги, Николай ставил балет за балетом. Но все они, и кот в сапогах, и времена года, и талисман, и оленький цветочек превратились в цепь провалов. Танцы, поставленные Легатом, слабы. Он бездарный балетмейстер, сердился директор театра Теликовский, вынужденный терпеть в своем театре хореографа, которого он не любил, но за которого хлопотала Кшесинская. Балетная классика уступала место новому балету. Его олицетворением был воспитанник Легата Михаил Фокин. Соперничество учителя-ученика длилось более 10 лет. «Учитель ту битву проиграл. Я никогда не был открывателем новых форм, оправдывался он. Я ищу красоту в каждом отдельном артисте». В 1914 году Николай Легат праздновал 25-летие творческой деятельности. В тот вечер давали Эсмиральду с участие Матильды Кшесинской и Павла Герта. Когда же на сцене появился юбиляр в роли Грингуара, зал приветствовал его стоя. Со своего места встал даже сам император. Сцена заполнилась цветами, венками и ценными подарками. Терпсихора тем богата, что подарила нам Легата, пели критики. Вскоре после юбилея дирекция сообщила, что контракт с Николаем Легатом не продлен. Он покинул Мариинский театр, а его место занял ненавистный ему новатор Михаил Фокин. Николай Легат стал педагогом в частной труппе. Среди его учениц оказалась и юная Надежда Николаева. Она буквально бредила балетом, а он, подобно Пигмалиону, влюбился в свое очаровательное творение. Несмотря на разницу в 26 лет, Николай Густавович предложил ей руку и сердце и активно занялся карьерой своей супруги, ведь ее амбиции были велики. Она мечтала стать примой. В труппе Большого театра Надежда удержаться не смогла. Московские примы во главе с Екатериной Гельцер приняли ее враждебно. Супруги покинули Москву, а вскоре и Россию. Октябрьская революция перевернула страницу не только в истории страны, но и в истории балета. В 1922 году отсутствие работы и денег заставили Николая Легата отправиться на Запад в поисках счастья. Попытка сотрудничества с труппой Дягилева была неудачной. Опыты императорского артиста великий импресарио Новатор не оценил. Их общение окончилось конфликтом. Супруги скитались по Европе, перебивались случайными заработками до той поры, пока не обосновались в Лондоне. Поскольку в ту пору балета в Англии не существовало, Николай Легат за скромное вознаграждение обучал классическому танцу всех желающих. Со временем ему удалось основать студию, которая стала известна как «Школа Легата». У русского мэтра учились будущие основатели английского балета Нинет де Велуа, Фредерик Аштон, Марго Фонтейн, а вскоре в «Школу Легата» устремились танцовщики со всего мира. Увы, жизнь прославленного императорского премьера подходила к концу. 24 января 1937 года его не стало. Можно ли назвать его судьбу счастливой? Он не смог стать ни легендарным премьером балетной сцены, ни великим хореографом, ни новатором. И все же те, кто знали его, утверждали, Легат был незаурядно талантливым человеком, стоявшим намного выше окружавших его людей. Лишившись сцены и родины, он сыграл свою главную роль. Вопреки всем невзгодам и непониманию со стороны коллег, Николай Легат сохранил традиции и школу Петербургского академического балета в его первозданном виде, без чего не родились бы многие шедевры 20 века. Кого художники-портретисты выбирают в качестве героев своих полотен? Очень часто своих родных и близких. Ну и, конечно же, тех, кто способен щедро заплатить за заказ. Но, кроме того, живописцы всегда стремились запечатлеть самых ярких представителей своей эпохи. Тех, чьи имена у всех на устах. Или, как говорят, на слуху. Не мудрено, что во времена расцвета искусств именно артисты, в том числе и великие певцы, особенно часто позировали художникам. Портреты оперных знаменитостей, созданные русскими портретистами, могли бы составить целую галерею. Федор Иванович Шаляпин готовился к премьере. В послереволюционном Петрограде он взялся за постановку оперы Александра Серова «Вражья сила» в бывшем Мариинском театре. Вопрос о том, кому поручить создание декораций, он решил быстро. Лучше Бориса Кустодиева воплотить патриархальную жизнь русской провинции не смог бы никто. Поскольку художник тяжело болел и был прикован к инвалидному креслу, Шаляпин решил отправиться к нему домой. Кустодиев предложению обрадовался. С удовольствием, с удовольствием сделаю вам эскизы, займусь костюмами. А пока что, ну-ка, вот попозируйте мне в этой шубе. Шуба у вас больно такая богатая, приятно ее написать. Результатом тех встреч стал роскошный портрет Шаляпина, оригинал которого великий артист увез с собой в эмиграцию. Художник Константин Коровин был другом Шаляпина. Он оставил потомкам не только серию его портретов, но и книгу воспоминаний под названием «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Дружеских встреч было немало, и благодаря этому на свет появились подлинные шедевры, на которых Шаляпин предстал не в сценических образах и не в роли великого русского артиста, а таким, каким бывал только в обществе близких людей. А вот живописца Александра Головина интересовало прежде всего творчество Шаляпина. Он создал целую серию блистательных портретов, на которых зафиксировал певца в его лучших ролях. Царя Бориса Годунова. «Не спрашивай, каким путем я царство приобрел». Мефистофеля. «Весенье». В образе демона из оперы Антона Рубинштейна. И фарлафа из «Руслана и Людмилы». Могучий образ Федора Ивановича привлек также внимание Ильи Репина. Фотографии, на которых прославленный мастер рисует Шаляпина, гостившего в его имении Пенаты, зафиксировали момент работы над портретом. Однако сам портрет так и остался незавершенным. Один из лучших портретов Шаляпина создал Валентин Серов. Художник выполнил его в особой технике – углем на холсте. Артист изображен в необычном ракурсе. Он словно стоит на сцене перед восторженной публикой. «Серов был сыном прекрасного композитора, а потому испытывал особую тягу к музыкальному театру. Его любовь к опере отразилась и в живописи. В портретной галерее Серова можно увидеть легендарного итальянского тенора Анджела Мазини. Тот гастролировал в России, и Серов писал его по заказу Саввы Мамонтова. Впрочем, Мамонтов пожелал иметь портрет Мазини и в исполнении Константина Коровина. Певец позировал охотно, с готовностью поднимал упавшие кисти и своими портретами, остался очень доволен. С творчеством Франческо Таманьо, непревзойденного исполнителя вердиевского отелла, Серов познакомился в Венеции в 1887 году. Он восторженно писал жене. «Таманьо, молодец! Совершенство!» Спустя много лет певец позировал ему в Москве. Своей работой Серов искренне гордился. Указывая на портрет и заранее предвидя ответ, он спрашивал у восхищенных друзей художников, а что, вышло, что у него золотая глотка? Кисти Серова принадлежит и портрет Примадонны тех лет Марии Ван Зант. Для нее, молодой американки, обладательницы легкого колоратурного сопрано, французский композитор Лео де Липп написал заглавную партию в опере Лакме. Именно этой партии Ван Зант покорила петербургскую публику. Русскую певицу Надежду Забеллу Михаил Врубель писал часто. Неудивительно, ведь она была его обожаемой супругой. Они познакомились в Санкт-Петербурге во время репетиции в Панаевском театре. Художник влюбился с первого взгляда и почти сразу же предложил Надежде руку и сердце. «Если бы она мне отказала, я лишил бы себя жизни», – вспоминал он впоследствии. Надежда Забелла выступала на сцене мамонтовской труппы, а Врубель создавал эскизы декораций, сценических костюмов и с вдохновением писал портреты своей жены. Он увековечил ее и в роли царевны-лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане». Имя тенора Ивана Ершова, блиставшего на сцене Мариинского театра, было хорошо известно поклонникам оперного искусства. Он обладал прекрасным голосом и вошел в историю как яркий исполнитель партии Сабинина и Гришки Кутерьмы – Хозе и Зигфрида. Чарующий голос певца средства звукозаписи в полной мере не сохранили. Гораздо лучше его образ сохранился в портретах, созданных мастерами живописи. Среди них и работы Анна Страумвы-Лебедевой, Георгия Верийского и Яна Цианглинского. Талант Ершова восхищал и Бориса Кустодиева. Тот создал несколько его портретов. Как в жизни, так и в одном из лучших сценических образов. В роли Зигфрида из тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга». Еще один прославленный русский тенор Николай Фигнер запечатлен на полотне художника Константина Маковского. Певец учился и дебютировал в Италии, а вернувшись в Россию, стал солистом императорских театров. В расчете на его голос и актерские данные Чайковский создавал образ Германа. В клавире «Пиковые дамы», подаренном Николаю Фигнеру, великий композитор написал «Виновнику существование этой оперы от благодарного автора». ПЕСНЯ Известной певицей была дочь художника-передвижника Николая Кузнецова. Конечно же, он не упускал возможность писать ее портреты, тем более, что Мария Кузнецова была весьма хороша собой и артистична. Она прекрасно пела и танцевала, что приводило в восторг московских меломанов. Ее Кармен восхищала и живописца Александра Головина. После революции Кузнецова эмигрировала во Францию, где создала собственную труппу – частную русскую оперу в Париже, на сцене которой выступали многие знаменитости, в том числе и Шалябин. Конец XIX века и начало XX было временем пышного расцвета русской музыкальной культуры. Один за другим появлялись оперные шедевры, раскрывали свои двери вновь созданные театры. На сценах выступали артисты, чьи имена стали легендами. В те же самые годы новых высот достигла отечественная живопись. Именно это счастливое сотружество и подарило миру масштабную, разнообразную и бесценную галерею портретов великих певцов и певиц. И в заключении кадры старой киноленты. Они зафиксировали выступление испанского пианиста Хосе Итурби. Его имя сейчас мало кто вспомнит, а между тем в XX веке он был очень знаменит. Музыка 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это был последний сюжет нашей сегодняшней программы. Жаль, но приходится прощаться. С вами был Геннадий Янин. До встречи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА